Уникальный проект Проект, созданный где-то даже любителями, может быть энтузиастами, но при этом получивший недавно профессиональный статус из рук самого презентативного сборища профессионалов. Проект не коммерческий, но при этом существуют люди, которые готовы платить любые деньги, лишь бы получить один-два экземпляра нашего проекта. Итак, сегодня у нас в гостях лучший фонзин Европы 2008 года по версии фантастической конференции Еврокон «Альманах. Конец эпохи». И у меня в гостях два представителя издательской братьев фонзина. Это главный редактор Лев Логарев, он же Лим, и заместитель главного редактора Светлана Юсюкова. И первый вопрос, ну я даже не знаю к кому, сами выбирайтесь. У нас аудитория в общем не слишком подкована фантастической терминологией. Давайте мы для начала все-таки объясним, что такое фонзин, чем он отличается от обычного журнала, и откуда растут корни вот этого фонзина с подвижением. Это довольно просто. Фонзин означает всего лишь любительский журнал. В отличие от множества профессиональных, которые есть везде, фонзин – это журнал, который делается группой любителей, без собственного бюджета, без собственной издательской базы, без собственной системы распространения. И возникла система фонзинов из знаменитого самосдата. В самосдат попадали вещи, которые невозможно было издать официально, по самым разным причинам. И в том числе туда попадали очень важные, интересные и качественные вещи. Мы надеемся, что мы наследуем именно ими. На самом деле, темный фонзин, как и очень много, что связано с пэндом, фантастика, который шел с запада, где существует деление журналов литературных в том числе на фонзины, семипрозины и прозины, то есть любительские, полупрофессиональные и профессиональные. У нас этой градации еще нет. То есть там это очень сложная система, от которой зависит, получают ли авторы гонорары, являются ли это коммерческим проектом и так далее. Но к нам почему-то попали только фэнзыны, то есть у нас существуют только профессиональные и любительские, никакой середины нет. То есть если попытаться перевести, то фэн в... это составное, как бы слово, да? Абблиатура фэна – это любительский, зин – это конец от магазина, журналов. Фэн – это магазин, журналы. Ну, в таком случае, раз уж мы сам тем не пояснили, давайте начнем с самого начала. Как, собственно, вырос конец эпохи, какая эпоха в нем закончилась и какая началась, если уж на то пошло без названия, и из чего, собственно, родился журнал. Движение клубов любителей фантастики начало оформляться в первой половине 80-х. И вот с первой половины 80-х любители фантастики мечтали о собственном фантастическом журнале. Мечтали лет 10, прежде чем такие журналы появились. И в процессе мечт любители фантастики пытались что-то сделать самостоятельно. Поэтому в первой половине 90-х, наверное, возникло множество самых разных фэнзинов. Были новостные, которые освещали события сообщества любителей фантастики. Были литературные, вроде наши. К сожалению, большинство из них... Иных уж нет, хотя бы отличить. Потом подоспело сообщество любителей ролевых игр, тоже в первой половине 90-х. Там возникла своя огромная масса фантастики. И вот в 95-м году появился конец эпохи. Появился он как сразу художественный альманах. Мы изначально не планировали печатать каких-либо новостей, каких-либо отчетов и мероприятий. Мы хотели печатать художественные тексты. И поэтические, и проземические. То есть, Лев, художественное, это значит, что там только литература? Только литература. Литература может быть критической какие-то статьи, но все равно касающаяся литературы. Слушай, ты так говоришь, появился конец эпохи, который там сам появился, возник и с первой половиной. Практически сам. Эта идея пришла по мановению волшебного палача. Мир требовал просто. Для литературной качественной литературной фондин он просто обязан был появиться. То есть, сверхидея конца эпохи, и ты просто сошлись в одну очередь? Да, точно. Потому что, на самом деле, почему я спрашиваю, потому что мне самое интересное. Вот заодно и узнаю. Я работаю в проекте не с самого начала. Когда мы познакомились с Лином на ролевую вещь, что характерно, я, в общем-то, даже не в курсе была. Где-то как-то слышала, что есть такой литературный цепохи. Потом узнала, что его делает Лин. Потом Лин меня один раз попросил написать обзор для... В общем, помню, для чего. На один из номеров. Я попыталась это написать. В процессе написания я поняла, что то, что делается с концом эпохи, это немножко не то, что... То есть свое мнение о том, что должно быть. Да, что это немножко не то, каким должен быть литературный монах вообще. В процессе долгих, мучительных разговоров проделась концепция совершенно нового литературного журнала, в котором... За два места подробнее. Значит, ситуация такая, что до определенного момента конец эпохи печатал текст ролевых авторов. То есть совершенно неважно там... Ну, конечно, качество текстов имело значение, но основополагающим было то, что автор был предназначен ролевому движению. Так, Свет, тогда давайте немножко между строк. Журнал, ну, альманах, называется «Конец эпохи». Эпоха, естественно, как я понимаю, имеет в виду третья эпоха Средиземья. Нет, спасибо за что. Нет, или это какой-то... Собственно, давайте мы объясним, что есть ролевое движение и что есть литературное отражение ролевого движения. Потому что, ну, не все, я не понимаю, что это такое. Ролевое движение, безусловно, возникло на базе текстов Толкина, на базе книг Толкина, на базе сказки о Средиземье. И поэтому мы с самого начала понимали, что, называясь литературным альманахом ролевого сообщества, мы рискуем тем, что все будут думать, что «Конец эпохи» печатают толкеницкие фанфики. Поскольку этого не было никогда, мы максимально старались не привязываться к имени Толкина вообще. А почему ролевое сообщество? Игра очень странным образом связана с текстом. И люди, которые играют в ролевые игры, очень часто пишут сами, начинают писать или начинают писать по-новому, занявшись играми. И люди, относящиеся к этому сообществу, там было неожиданно много талантливых авторов. И поэтических, опять же, и прозаических. Но при этом на них висел ирлык, что это ролевики. Они пишут фанфики по Толкину, и все. Мы пытались этот стереотип как-то ломать. Мы пытались печатать стихи, не имеющие отношения к Толкину, но прекрасные. Рассказы не посреди земли и очень увлекательные, интересные. И одна из задач была вытаскивать достойные тексты из вот этого ролевого сообщества наружу. Человеку, который иначе с ними никак не сможет познакомиться. А потом, как я понимаю, пришла Света, и все изменились. Да, Света совершенно разумно сказала, что литературный альмонах не может быть альмонахом какого-либо сообщества. Он должен быть альмонахом литературы. Потому что он становится лишь и в себе, и интереснее только какой-то бунговой тусовки. А дело в том, что то, что происходит в литературе ролевого сообщества, собственно, опять же, почему появилась идея, почему в ролевой тусовке появилось такое количество прекрасных текстов, которые надо было каким-то образом сохранять. Ведь это, собственно, и есть сверхидея монаха. Это сохранять тексты, которые того достоины. Ну, мы, конечно, на личность не претендуем, но хотя бы, по крайней мере, есть какая-то дань, что текст закрепленный в магии, и он живет. Дело в том, что ролевое сообщество в какой-то момент саккумулировало в себе огромное количество креативного народа, креативной молодежи, которая просто была... некуда больше девать эту свою профессиональность под свой креатив. И они ушли в ролевое движение, они там творили свою музыку, свои тексты, опять же, игра, как синкретичный вид искусства и так далее. А потом оказалось, что то, что они делают, очень хорошо рифмуется с процессами, которые происходят в литературе вообще. То есть сначала что-то интересное начинает сводиться в тусовки, а потом оно вдруг выходит за пределы тусовки, а когда оказывается, что это именно то, что все давно не было. Ну, если я правильно понимаю, то, например, игра, которую делают мастеры, это практически готовый сценарий. Это не совсем сценарий. Если не кино, что это, по крайней мере, для камерной игры твенера. Нет, это, безусловно, материал для милитризации идеально. Во-первых, это полемика с текстом первоисточника. Причем полемика очень интересная. То есть можно сказать, что таким образом это еще одна форма существования текста, отражения. Можно сказать, что отражение, но отражение в таком случае и не кривое, и не прямое. Потому что текст можно писать буквами, а можно текст писать музыкой, действиями, движениями. То есть, грубо говоря, спектакль, это тоже не текст. Там картина, это тоже не текст. Это передвижение на группу параллельных кок-полюсов. А также и другими коммуникативными воздействиями, которые в процессе возникают. То есть и все мы вместе творим вот этот большой текст, даря ему жизнь. Так зачем же Свету? Вы все это зарезали на корню. Зачем мы променяли ролевые? Мы сняли сливки. У нас подачи материала была такая, что пришла Света и отменила только ролевые тексты. И не, вытащила наружу. Ага. То есть, мне стало ясно, что если поставить эти тексты вровень с какими-то другими, тоже интересными, тоже классными, актуальными, это будет не хуже и даже лучше. И так мы продемонстрируем, на самом деле, гораздо лучше, что внутри этого движения есть действительно талантливые люди, не менее талантливые, чем какие-то сетевые артеры. Как говорил вождь мировой революции и подача вопроса во всей его диалектике. Ну хорошо. А почему же тогда все-таки конец эпохи? Какая же эпоха закончилась? Вот, вот, никак не может выяснить, вытащить из тебя почему конец эпохи. Почему ты не признаешься? Здесь есть, ну, во-первых, это безусловно аллюзия на знаменитое стихотворение Бродского и на не менее знаменитый проект поэтический начал века. 19-го века проекта. Поэтический монах. Во-вторых, журнал начинался, повторю, в 1995-м году. Кто помнит, время получит своеобразное. Судьба литературного проекта, любого, тогда оказалась крайне неочиненной. То есть мы, начиная журнал, совершенно не могли гарантировать, что литературный, не подцензурный проект нам дадут вести больше, там, допустим, года. Просто было непонятно чего, что-то. Поэтому мы сразу выбрали такое пессимистичное название. Надеюсь, а если уже закроют, уже в названии все сказано. поноси в маску смерти, мы ее отпугнем. Ну, как несчастный случай. Команда несчастный случай. А в дальнейшем, кстати, именно Светлана принесла очень интересное литературовечественное объяснение этого названия. Давай вот, я сейчас не буду берет в испорченный телефон. Конец эпохи постмодернизма, который неизвестно, чем сменяется. Об этом я могу говорить часами. Вы меня останавливайте, если я вдруг увлекусь. Проблема в следующем. То есть я не буду сейчас углубляться в те времена театрологически объяснять, что такое постмодернизм, откуда он взялся. Мы все сейчас смотрим на телевидение, зайдите в Google, напишите слово постмодернизм, читайте википедию, наконец. Но, грубо говоря, вот та ситуация постмодерна, которая сложилась в литературе в искусстве второй половине XX века и провозгласившая, что это, грубо говоря, конец эпохи, конец истории, конец всего на свете, конец искусства. И что... Но в то время даже социологические труды выходили, которые так и назывались «Конец Европы». «Конец Европы» Шпенглера, да. Это труд времен модернизма. То есть модернизм он еще более... Он довел вообще эту ситуацию совершенно абсурда, когда пододчерту под все истории заявил, что больше невозможно создать ничего нового, что все, что мы можем, это играть с элементами старого. То есть ситуация, да, была интересная, было очень интересно в это играть, было очень интересно встраивать какие-то гипердерзкие ссылки-аллюзии, но в этот момент стало понятно, что постмодернизм уже пришел к своему председу. Он тоже конечен. Он тоже конечен. И что что-то сейчас буквально, мы с вами сидим, разговариваем, вот что-то сейчас буквально в этом бурлящем хаусе постмодернизма рождается что-то совершенно новое, что-то, чему еще нет времени, потому что это происходит в наших глазах. То есть большой великолеп. Китательный бульон постмодернизма. Именно. И что-то, что-то оттуда вырастет не может не вырастить. Это уже называют новым модернизмом, как только это уже не называют. Но пока что, мне кажется, что... Городской реализм и реалистическая проза. Там название уже штук 40, по-моему, на рождение. Различные. Постиндустриальные романтики. Да-да-да. Точно. Да-да-да. Этот самый, как его, новый эпос. Новое все. В общем, хоть горшком назовем, но смысл в том, что действительно из этого может вырасти что-то новое, интересное. И, как мне кажется, тексты, которые печатаются в конце эпохи, они вполне себе на протоклетки питательного глиона оттянутся. То есть буквально на острие. Мы совершенно не набрались наглости, чтобы заявлять, что мы есть то новое, что сменит постмодернизм. Там молодая шпана, которая у нас специально... Это было бы... Ну, не может. говорить. Это неправда. Но мы, по крайней мере, претендуем на то, что мы где-то на этой границе находимся. Мы этот фронтир каким-то образом осваиваем. Звучит впечатляюще. Мы говорили о том, что журнал появился в середине 90-х. То есть это 95-й, да? 95-й, да. Соответственно, эпоха кончается уже 13 лет. Все никак не уничтожилось. Еще несколько десятилетий будет кончаться практически между ними. Нет, я в данном случае имею в виду конкретно сам Альманат. Сколько за эти 13 лет вышло номеров и как периодично выводить? Вот это вот 33-й номер. Вот это самый последний, да? Ну, можно сказать, что уже 3-й последний, потому что у нас через 2 недели выходит следующий номер. Передчики не говорят последний раз, не говорят крайний раз. Вот это наш крайний номер. Прекрасно. То есть 33 номера за 13 лет. То есть получается, что, конечно, раз в месяц. Три раза в год. В плохие годы у нас был один номер в год. Это зависит от финансирования или от набора материалов? Это зависит от материалов. Все в полном порядке. Портфель настолько хороший, что самотек, например, мы не рассматриваем в принципе. То есть у нас уже забить на путь вперед. Нужно, что мы получаем. Вот. Это в первую очередь, как я говорил вначале, фензин – это здание без собственного бюджета, без собственной дипографской базы. И вот нам еще повезло, у нас по крайней мере и собственная рабочая команда. В норме это еще, как правило, всего 1-2 человека, которые по мере сил что-то делают. У нас над журналом работают больше 10 человек. Эта проблема, слава богу, с некоторого времени уже не стоит. И то у нас не хватает. И то у нас не хватает. То есть вот последнее, последнее время… Раз уж мы заговорили про портфель, редакции, собственно, мы уже ответили на вопросы. Наши читатели из мира фантастики, которые задавали мне вопросы на форуме, могут уже смело покупать мыло и веревку. Но все-таки я этот вопрос переадресую. Какие тексты интересуют, если интересует журнал, что направлять для того самотека, который вы не рассматриваете? И есть ли шансы в общем сторонних характер что-то такое пристроить? Шансы есть всегда. То есть самотек не рассматривается, на самом деле, несколько категоричное заявление, самотек, безусловно, прочитывается. Просто, допустим, за последние полтора года из самотека была выловлена одна интересная поэтец. При том, что приходит, ну, наверное, десяток писем в неделю. Ну, закон старт жанров. Закон старт жанров. Вообще, что касается жанровой принадлежности к прозе, это, наверное, я опять попрошу Светлану ответить. А вот что касается поэзии, с поэзией очень сложно, потому что жанр поэзии приемлет любые. Мы, наверное, не очень, внимательно относимся к комбинаторике, к звукописи, к текстам, к стихам, которые не имеют собственного смысла и построены только на том, что задействуют ассоциации читателей. И мы очень осторожно относимся к верлибрам. Сейчас поэзии верлибры очень модны и все менее и менее удачны для большинства авторов. В эпоху бесформенного верлибра ценится каждый ритмичный стих. Это у нас тоже ценится ритмичный стих. Тогда мы все-таки тогда к свете переазресуем, что там попросят. В общем, с грузой, то называя нас фантастическим альмонахом, в общем-то, было бы не совсем правильно. Дело в том, что то, что мы печатаем, это лично на грани реализма и фантастики, то, что называют магическим реализмом, современные сказки, фантастическим реализмом. В общем, как только опять же это уже не называли, мне кажется, что последние десятилетия литературные доказали, что это один из самых продуктивных жанров, потому что он дает достаточно творческую свободу художнику. И мы, в общем-то, стараемся такие тексты не пропускать. При этом, как бы, формально это может быть и альтернативная история. Сразу первое, что вспомнилось, это в первом номере прошлого года были у нас замечательные рассказы из цикла Вадима Шарапова о старшеме Федова. Вадим Шарапов, он жалеет, известный сетевой автор, у которого есть цикл рассказов, посвященный Великодечественной войне. Это такая альтернативная Великодечественная война с вампирами и гурдалоками. В порядке. В адеквативном мальчишском мире. При этом, эти тексты классно написаны, стиль, а вот старая военная проза советская лучшая. Бондарев, Васильев, то есть по специалистике это классическая советская военная проза. Ну, от них Мороз похожий. То есть ты понимаешь, что этого быть этого не было, это не могло, какие мы переборки, какие маги, какие культные силы Третьего рейха, не научная фантастика. Но читать это по-моему, мурашки похоже. Вот, пожалуйста. То есть текст, который нереалистический, но в него должен такой эмоциональный заряд, что читатель воспринимает это как правду. Но вообще это серьезный эксперимент и со стороны автора, и со стороны журнала, потому что сейчас только ленивые не пишут о том, как Вторая мировая война произросла либо в параллельной вселенной, либо альтернативно закончилась, и туда пришли наши парни из будущего и устроили на 12-7. Наши парни из будущего это совершенно не взрослый. На самом деле Ань, почему же? Если речь идет об адаптации допустим парни из будущего, сам по себе художественный метод, фронтический метод еще ничего не решает. Мы смотрим в основном на то, зачем автор его использовал. То есть в этом плане годится, например, даже жанрово чистая космическая опера. То есть в случае, который упомянула Света, вас интересует не столько антураж, сколько стилистика под старой советской прозой. Не сама стилистика, опять же. Предмет рассмотрения текстов Лейта это люди. Люди в самых сложных, самых страшных ситуациях. И, собственно говоря, на мече нечисти и всякой магии это просто усиление момента. То есть фантастический элемент как пример? Он должен быть зачем-то этот фантастический элемент. Собственно, чем отличается жанр в желтых обложках от лучших представителей жанра? Всего одним. И там, и там фантастический метод. Просто вторые знают, зачем они его применяли. Для них это не самоцель. Не самоцельно писать про космический корабль в космос, в звездном пространстве. Что ж, критерии отбора, я думаю, более-менее понятны. Давайте тогда немножко расскажем, я думаю, калюбому объясню этот вопрос, нашим зрителям немножко поведаем о том, что вообще издает еще, если так можно вроде, издательский дом в конец эпохи. Я знаю, что у вас есть несколько сборников поэтических, в том числе, которые выходили под эгидой Альманата. Давайте немножко поподробнее расскажем, чтобы наши зрители знали, собственно, чем еще вы занимаетесь. Одна из наших мечт это книжная серия «Библиотека Альманаха». Понятно, что всегда есть, во-первых, крупный опрос. То, что мы не можем опечатать на страницах журнала, просто в силу ограниченного времени выпуска. Их, конечно, очень хочется издавать отдельными книгами, они того стоят эти тексты. У нас был пока один такой серьезный хороший эксперимент. Мы издали достаточно известную повесть Натальи Бориса Жуковых «Экскурсия». У этой повести долгая история. Первая ее часть публиковалась еще в «Знании Силы» в 93-м году. Вторая часть была написана в самом начале 2000-х. И вот мы первые и пока единственные, кто выпустил обе части под одна ножа. Кроме того, есть, допустим, поэтические авторы, которых уже смешно шестой раз публиковать в «Монахе». Они уже давным-давно стоят отдельного авторства своего сборника. Такое тоже бывает, это мы тоже делаем. К сожалению, гораздо реже, чем хотелось бы, потому что это требует отдельных ресурсов, отдельных сил, отдельного времени. На самом деле, издательские долг от своей эпохи, как говорил Сэртон Санджер, «Голубая мечта». Это большой аванс. Очень хотелось бы, чтобы у нас были возможности и ресурсы, и люди, и место, и время, и деньги всем этим заниматься. Как говорил Наполеон, для войны нужны три вещи. Деньги, деньги, деньги. Я думаю, что для издательства столь крупного должен. Критерии, я думаю, понятны. И, в общем, отношение редакции журнала к литературе тоже уяснили. Казалось бы, относительно профессионально и, в общем, в достаточной степени своеобразно. Сейчас журналы, которые издаются, книги, которые издаются, скорее ориентированы на вкус читателя, на массовый спрос и так далее. Но, несмотря на это, журнал вот совсем недавно, буквально месяц назад на фантастическом конвенте, на конференции фантастики, которая в этом году получила европейский статус Еврокона, журнал стал лучшим фензином 2008 года. Ну, что ж, я думаю, что наши гости сейчас наперебой расскажут о том, что же вы для этого сделали и какие чувства после получения этого звания вас обоевали. Ситуация была достаточно смешной. Мы, на самом деле, первый раз это увидели даже не на примере сообщества любителей фантастики, а на примере современного поэтического сообщества. Потому что, когда приходишь к какому-нибудь, допустим, публикатору современных поэтов или к хозяину, допустим, литературного клуба и говоришь, что вот, здравствуйте, мы литературный альманах, который выходит уже 13 лет, печатает поэзию, человеку в глазах зажигается непонимание. Потому что как? Он же знает все художественные издания, которые печатают поэзию. А тут вот-вот не предерешься, честно, журнал с 13-летней историей, со стихами, он о нем не знает. Вот сэмбоном получилось очень похоже. Здесь нам медвежью услугу сыграла слава журнала ролевого сообщества. Мы по всем параметрам соответствуем представлению среднего фэна о том, что такое литературная мара. Мы печатаем честную фантастическую прозу, мы выходим в известном ему окружении и так далее. Но при этом он ничего не знает, фэны ничего не знали о том, журнал. И нам достаточно оказалось просто рассказать о себе. Мы легли в восприятие совершенно спокойной свободы. Задача была основная на Евракон это просто представить, просто рассказать о себе, представить, что есть такое журнал. этого развода достаточно. То есть люди настолько, вы хотите сказать, что люди настолько ждали чего-то нового в этой нише, настолько искали свое отражение. Если мне память не изменяет, два года назад в Киеве, на Украине звание лучшего фунзина получил Голгоградский журнал Шалтай-Болтай. Это тоже такого своего рода альманах и в общем достаточно непрофессиональный по тиражу и поисполняем. Есть несколько нюансов. Помимо Шалтай-Болтая, например, сейчас до недавнего времени существовала еще безымянная звезда. Она вроде сейчас живая, нет? Насколько я знаю, не дай бог, прекратили выход. Существует прекрасная реальность фантастики, которая, конечно, имеет статус празина, в силу большего тиража, но при этом по содержанию довольно мало отличается от нас. Но при этом и Шалтай-Болтай и реальность фантастики это проекты из дельских домов. Тогда как Фензин по самому термином не должен быть проектом из дельского дома. Это любительское издание. Так что Шалтай-Болтай конечно эту номинацию взял. Больше потому, что... Ну, Гейдар. Но некое несоответствие там по-моему именами остались. Действительно как-то в эту нишу конец эпохи стал как родной. А в этом конкурентах не было. Болгария привезли свой фанзин с российской стороны в этой нишу. Ну, тогда давайте все-таки Света расскажите нам какие же чувства вас оболевали после получения этого звания. Насколько вообще вы считаете вот этот вот 13-летний путь соответствует такому званию? С одной стороны конечно чувство хорошо сделанной работы в числе того, что все это было не зря что есть какая-то отдача от того, что мы делаем потому, что в общем-то мы работаем только ради этой отдачи в отношении с тематизм. Мы не получаем денег там никаким дополнительным бонусом нам эта работа не дает. Кстати, это тоже людям очень сложно объяснить, что мы вообще-то делаем на голом энтузиазм. Но это и есть Фэнзин, как мне только что выяснили. Вот. То есть с одной стороны все правильно, все классно, мы молодцы и наверное надо двигаться дальше. Но возникает вопрос куда? Потому что Фэнзин это журнал фантастического сообщества. А мы уже или еще или вообще не в общем не совсем. То есть сейчас наша задача это все-таки заявить о себе несколько на более широкую литературу, наверное. То есть и перекинуть может быть один из мостов, которые все наводят между мельским и фантастикой и никак не наведут, может быть мы не сможем это сделать. То есть да, удовольствие и удовлетворение от сделанной работы было, но сейчас мы полны сил и желания. Это не конец этапы, это начало. То есть это конец, начало новый пункт. Я понял. Ну все-таки такое звание достаточно серьезное и в общем полученное на конвенте, на конференции профессионалов по-моему это самый лучший мостик для продвижения журнала. То есть для внешних людей, для внешней рекламы не внутри в фэндинге, который все это уже как бы знает, а для внешнего продвижения это достаточно приятный бонус, который в общем любому журналу естественно не помешает. Не знаю насколько у вас есть планы по увеличению тиража, по улучшению полиграфии, но по-моему для, как вы сейчас сказали, расширения конечно это очень хороший задел, с чем в общем и мы, и вся наша редакция, и наши читатели, и зрители, я надеюсь тоже вас поздравят. Ну, естественно, раз уж вы достигли таких высот, самый стандартный вопрос, который обязательно нужно задать, без него никак, какие творческие планы, какие перспективы, когда закончится эта эпоха и начнется новая. Светлана затронула этот вопрос, вопрос очень тяжелый, потому что мы поставили себе задачу, заведомо превышающую наши нынешние силы. Мы хотим, оставаясь фантастическим журналом, сохраняя в себе вот эту причастность к фантастике, вместе с ней выйти дальше, выйти в то, что называется сейчас большой литературой, то, что на мой взгляд искусственно отделяется от литературы фантастической. Мы хотим стереть границы фантастического агента. Ловну. Естественно, фэнзин не самый, наверное, лучший инструмент для такой работы, но это то, что у нас есть, это то, что мы делаем. То есть основная задача это именно позиционирование себя, как, я не знаю, конкуренту, что ли, толстому литературным журналом. Да? Да. В общем, где-то туда. То есть мы хотим, сохраняя фантастическое содержание, да, стать толстым литературным журналом. Ну что же, достаточно значимая задача, действительно, в общем, стоит того, чтобы завалить себе на плечи. Сейчас немножко я вернусь в форумы журналов, тем вопросам, которые нам задавали на форуме «Мир фантастики», которые задавали зрители «Живого ТВ». Собственно, как этот журнал можно увидеть? Вот у нас тут на банкетчике перед нами лежит огромное количество номеров, но мы тут можем их все почитать, да? А вот наши читательные зрители, как могут получить себе номер, подписаться, купить где-то по почте, не знаю как. У нас есть сайт, на сайте достаточно подробно описаны все вышедшие номера, их там можно заказать, заказать и по почте. И в Москве у нас есть, не сказать, магазин, некая точка, в которую можно приехать и журнал купить. Сейчас мы начали работать с небольшими магазинчиками Москвы, с теми, которые специализируются на немассовой литературе. Это замечательный, совершенно магазин Фаланстр в Гнездиковском переулке. Это знаменитая сеть магазинов проект Аги. В Фаланстре наши номера уже лежат, с Аги сейчас будут переговоры, которые закончатся благополучными. Так что начать с сайта, а дальше выбрать удобный для себя способ. А какие из вариантов? Это просто заказать, получить по почте? Или можно подписаться? От меня есть, безусловно. Можно оставить заявку на подписку, тогда вам будут приходить уведомления о выходе новых номеров и до тех пор, пока вы не откажетесь от этой подписки, вам номера будут по мере выхода отсылаться. Все-таки какого-то стопроцентной периодичности выхода уже на три раза в год мы гарантируем. европа апрель июль и ноябрь и ноябрь. Поэтому называется ремонах и журнал. Чаще всего это февраль, июль, октябрь. Давайте все-таки, раз уж мы плотно на эту тему поговорили, тем более, что несколько предыдущих гостей, которые были у нас в передаче, уже какую-то информацию дали, давайте немножко для наших зрителей, для читателей мира фантастики опишем собственно, что такое еврокон. Что такое еврокон глазами фензина, глаза как бы как мы-то только что сказали журнала, который собирается наладить мостик между фантастикой и постнотарнизмом. Вот давайте взглянем на эту сугубо профессиональную фантастическую конференцию глазами людей, которые пытаются вот такую серьезную задачу решить. Я сейчас пытаюсь представить налаживание мостов между фантастикой и постнотарнизмом. Все-таки мы стрим. Да. Ради бога, мы стримуем. В большой литературе. Все лежат они сразу. Устроим развязку. На самом деле, когда ты на евроконе не просто приезжаешь на это все дело посмотреть, а на любом конфете, когда ты что-то на нем делаешь, ты организовываешь свое, получается так, что ты больше участвовал в конфетах и не видишь, потому что ты видишь только то, что ты делаешь. Ну, прекрасно. Это и есть мнение человека изнутри. Не того, кто пришел посмотреть на живого яника или живого гайса, а того, кто действительно приехал работать. Я, собственно, это и хотел вас узнать. Ну, а что видишь? Видишь удачную или неудачную организацию? Видишь адекватное или неадекватно найденное помещение под мероприятие? Довольно сложно оценивать конвент как мероприятие для зрителей. Мы его видим не для зрителя, а изнутри кухня, рассказать. А будет ли это интересно? Нет, не столько кухня. Дело в том, что, например, наши передачи через несколько недель, месяцев посмотрят на диски журнала Мирофантастики читать. Они, соответственно, в большинстве своем на конвентах не были. Ну, кто-то был, но в большинстве своем не были. И о самих конвентах они читают только восторженные отчеты, которые достаточно короткие, которые пишут журналисты Мирофантастики. Хотелось бы все-таки вот как-то изнутри сказать, как вы увидели этот конвент? Тем более, что в этом году действительно впервые конвент российский получил статус европейского и был Еврокон. Ну, вот на этот Еврокон, на мой взгляд, стоило попасть хотя бы, чтобы посмотреть на живого Гарри Гайса. Он совершенно обаятелен, он прекрасно держится на публике, он зажигает зал. Вот те немногие минуты, когда я наблюдал это, это было прекрасно. Я, к сожалению, пропустил его без конференции, но когда он поднимался на сцену на закрытии, каждый раз зал просто таял под его обоим. В Гаррисон это, конечно, живой классик. Света, а вы? Что я? Ваше мнение? Самое яркое впечатление от Еврокона? Самое яркое впечатление от Еврокона зовут Дэвид Лалли, председатель европейского общественного научного фантастики. Совершенно расчудесный, веселый ирландец, по которому просто видно, что все мифы в Ирландии, они достаточно правдивые. Человек, весь Еврокон не сидел на месте, который европейский совет научной фантастики, они не были какие-то заседания, какие-то номинации, какие-то выяснения, где будет проходить Еврокон через два года. фантастики. Люди с одной стороны работают, с другой стороны делают это так весело, так ярко. У них нет границ, между здесь мы работаем, а здесь мы не работаем. Просто посмотрели над тем, какая разница между тем, как видят конвенты европейцы, как они делают конвенты, как они в них участвуют, и как это делаем мы. Мне кажется, что у них в связи с, может быть, длительной историей, может быть, особенностями менталитет, я не знаю, не буду укупляться в эти деты, у них это как-то более организованно, что они это более серьезно воспринимают. И вот они считают, что они делают дело важное, что они занимаются работой, а не просто так патусаться. Это не хобби, это работа. Да, конечно, не хобби, это работа. И мне кажется, что если мы будем относиться к научной фантастики серьезно, ее воспринимание наконец-то серьезно. Вы так вкусно все расписали, что, я надеюсь, наши читатели и зрители Живого ТВ уже, так сказать, прямой толпой направились на следующий конвент, по крайней мере, заказывают билеты. К сожалению, время нашей передачи тихонечко истекает. Как не хочется каждый раз, но приходится объявлять о том, что вот-вот мы увидим из эфира. Могу только сказать всем нашим зрителям и нашим будущим зрителям с Дисками и Фантастики и нашим зрителям с Живого ТВ читайте «Альманах. Конец эпохи». Вот несколько последних номеров у нас тут лежит. Как получить, заказать или подписаться на журнал, Лех достаточно подробно изложил. Я думаю, что если у кого-то есть хорошие, интересные тексты тоже и есть желание увидеть их на обморне, вы тоже можете присылать. А нам остается только поблагодарить наших сегодняшних гостей за участие передачи за такой зажигательный рассказ. Спасибо, Лех. Спасибо, Света. Спасибо за приглашение. Всем нашим зрителям я могу только пожелать удачи, потому что, к сожалению, время наше уже истекло. До следующего воскресения. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok